ЧП на Горьковском море. Там спасателям МЧС пришлось с дрейфующей льдиной снимать рыбаков. Морозы еще только начались. Толщина льда не превышает 10 сантиметров и находиться на нем опасно. Но рыбаков это не останавливает. И в результате на оторвавшейся льдине люди оказались отрезанными от берега. По той ситуации, какая была на утро, то есть все абсолютно здорово, прочный лед. И вдруг он разошелся, если сравнить, я не знаю, с ошвом на одежде, который пошел расползаться и все, не остановившел. Хотел сначала до берега поплыть. Смотрю далеко. Не доплывал до берега. Я опять на один поплыл и уже потихонечку пытался так сначала на ладошках вывести. У меня не получается, руки скользят. Но вот благодаря ножику воткнул лед, потому что он гладкий, ну как зеркало. Смел вылез на лед. Кричать никто ничего не слышит. Потом смотрю, сумерки идут еще опять. Мужики говорят, тихонько здесь от берега лед отошел. Услышал крики, помогите, спасите. Позвонил МЧС. Сам пошел туда с фонариком по льду сколько прошел, метров 200, наверное. Дальше вода была. Посветило там на льдине. Находилось около шести человек. Мы развернули лодку ПВХ и где-то за три ходки, три раза, значит по два человека перевезли всех шестерых на берег. Каждый год у вас обязательно осень-весна, самое такое опасное время года, и каждый раз спасает. Все люди, которые приходят на эту рубалку, думают, да что-то случается. Ну они слышат, конечно. Но случится не со мной. Глубинат, смотрите, какая. Что? Не бояться-то. Рыжи-то много плавает. Ну вот побольше плотва. Да все они и уклейка, наверное. Вот оттуда прямо ничего страшного пройдете. Тоже туда не ходите пока. А здесь ничего. Вот льдина, там вот замерзли 100 метров, вот от нас. А здесь чуть подальше, наверное, сидели. Ветер, если ветер отсюда, допустим, ветер с востока, его отрывает ветром и несет туда фарватер. А там глубина порядочная. Надежды на большой улов, наверное. Так я понимаю. Я считаю, кимикадзе. Кстати, с начала осени из-за тонкого льда в Нижегородской области погибли уже 7 человек.